Привет, как проживаете? У меня все супер, именно поэтому речь в этом видео пойдет о том, как мне делали кавер на песню Cake. Для начала костюмы. Первый год из персиково-родового цвета. Для него у меня уже была юбочка, в которой я пришила снизу белая кружева. Также прикупила кофточку в тон китайской маркете через дорогу. Тоже пришили к ней ленточки и кружева, и вот примерно так это должно было выглядеть. Но кофточке надо было еще отвороть рукава, что довольно кропотливое занятие. Так что пока это происходит, я вам расскажу, откуда взялись эти прекрасные дизайны. Я их любезно позаимствовала у одной исключительно очаровательной девушки. Американской дизайнерши китайского происхождения по имени Яна Кинг. Ссылка на нее будет в описании. И вот теперь, когда все авторские права учтены, хочу обратить ваше внимание на свой локшотный маникюрчик. А, как он? Сандио Дормао? Но вернемся к платью. Вот так вот оно выглядело в итоге, но тут особо не видно у Адера. Следующий желтый кисточек и, пардон, за плохое освещение, где-то магия видеоэффектов. О, да, как немного лучше. Так вот, для него у меня тоже была уже дизочка. Я прикупила кофточку в том, которую я разметила на полосочке, чтобы потом сделать из них лямки. Затем я отрезала по своим разметкам, шила края этих полосочек, вывернула их наизнанку. И вот такие вот у нас получились лямки. Пусть и даже незаметно, что они разного цвета с юбкой. Затем я отметила места на лямках, где должны будут крепиться бантики. С которыми, кстати, оказалось немного сложнее, чем я предполагала. Потому что у меня не осталось достаточно ткани от той кофточки. Так что пришлось делать прямоугольнички из бумаги, которые потом надо было наклеить на ткань. И загнуть все края, чтобы получился такой прямоугольничек. Сминаем эти прямоугольнички посередине. И вуаля! Осталось всего лишь повторить все эти действия еще пять раз. Далее неповторимая прическа Мелла Макштина. Для ее воспроизведения я купила два парика черной и голевой. Угадайте где? Конечно, в китайском маркете. Где мы вообще были в своем видео без великой родины Кофус? Под каждым париком есть такая сеточка. Разрела ее примерно посередине. То же самое я делаю и с черным париком. И у меня получается две половинки, которые просто остаются сшить на машинке. И вот он наш конечный результат. Проравнять немножко челку и будет вообще перфектно. Так и в своем камере мы закладывали некоторые слова припева из разноцветных букв, которые, разумеется, пришлось начало вырезать. Кстати, бумажки цветные у меня тоже из чайного маркета. И лица теперь целая стопка на полке. И да, это было довольно долгое занятие. Но так всегда полчаса за кадром и полсекунды в кадре. И слово кейк мне уже было лень вырезать. Так что я просто пошла в Яндекс картинки, перефоткала, нарисовала, вырезала. И да, я определенно рассчитывала, что эти мои аппликации будут больше фигурировать в кадре. А настоящий тортик у нас в местном супермаркете. Небольшой там был выбор. Вот самый симпатичный вроде папы Глебля. И немного опрослойте съемки. Раз, раз. Ты сказала раз, ты идешь. Ой, а что ты думаешь? Раз. Давай. Раз, два. Давай. Давай. Давай, можешь ржать, но только изящнее. И хотела сказать еще пару слов о Василисе. Отначально я думала, что она не согласится, делала со мной это видео. Но все прошло как нельзя лучше. Но было очень весело снимать. И вот серьезно, лучшей актрисой для этого проекта я представить седьмое угло. Так что, спасибо за сотрудничество. Обожаю тебя и всех остальных зрителей заодно. Спасибо, что смотрите мой канал. Муах!